12 мая в областной филармонии Жастар-Сарая проведут ярмарку вакансий. Участие примут более 50 работодателей региона. Также на мероприятие пригласят выпускников всех медицинских вузов Казахстана в онлайн-формате. Там же организуют площадку, где выступят представители программы «Булашак». Они расскажут о послевузовском образовании за рубежом. О реализации ряда молодежных программ рассказал Аблайхан Кокенов, заместитель руководителя управления общественного развития области. Доступное жильё стало одним из основных вопросов. С прошлого года в области реализуется региональная программа льготного кредитования молодёжи «Жашанрак». Благодаря этому проекту сотни молодых семей приобрели заветные квадратные метры. В этом году финансирование программы увеличат в три раза. Молодёжь от 18 до 35 лет, согласно законодательству, может подать заявку на участие в региональной программе. Она в этом году будет называться «Постанай Жастарой» в связи с тем, что мы охватываем всю область. Для того, чтобы снизить риски диспорции между активностью сельского населения и городского населения, программа будет реализовываться у нас в два этапа. Первый этап – это приём документов от жителей районов Костанайского сельского округа. Второй этап – это уже будет делан акцент на города. То есть, в первую очередь, мы хотим дать возможность, чтобы все желающие, именно проживающие на территории сельских округов, имели возможность принять непосредственное участие в региональной программе «Постанай Жастара». Ярмарку вакансий в области проводят каждые три месяца. Здесь молодёжь имеет возможность найти работу с хорошей заработной платой в крупнейших предприятиях и компаниях региона. Очередная ярмарка вакансий состоится 12 мая в Жастар-Саре. Более того, мы хотим сделать, запланировали, точнее, отдельную площадку для медицинских учреждений, направили письма уже, приглашения для участия во все медицинские вузы Казахстана. В онлайн-формате мы проведём встречу с ними, будут присутствовать представители городов, районов, дадут информацию, полную выкладку по имеющимся вакансиям, направлениям, которые есть именно в сфере здравоохранения. Проект Жастлига реализуется в Кустанай уже второй год. Желающих принять участие в инициативе молодёжного ресурсного центра много. Призовой фонд в спортивном мероприятии в этом году увеличили до 3 миллионов тенге. Соревнования пройдут по нескольким видам спорта – волейбол, баскетбол и мини-футбол. Сейчас уже мы запускаем данную лигу, идёт сбор заявок, очень большое количество заявок на сегодняшний день поступает для участия в лиге. Это в основном наша, как я говорил, рабочая молодёжь, молодёжь, которые за 30 лет, которые тоже хотят в какое-то своё время заниматься чем-то. Это же организация какого-то досуга для них. То есть вообще, если говорить о молодёжном ресурсном центре, центр работает со всей категорией молодёжи. То есть охватывает как рабочую молодёжь, так и студенческую молодёжь. Также молодёжный ресурсный центр является организатором многих интересных проектов для молодёжи – КВН, Жайдарман и Асу Интеллект. Кроме того, они поддерживают начинающих дебатёров, проводят встречи со школьниками в рамках проекта «Менторский клуб», куда приглашают представителей разных профессий. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Кустанай.